и снова я делаю вяленые томаты они у меня немножко такие подсушились поджарились утрамбовала в баночку стерилизованную упал чеснок ух ты раздавился уберу подальше сейчас порежу на слайсы и туда затолкаю надо нагреть еще растительное масло в одну баночку наверно не войдет все хорошо вот так помыла крышечка простерилизовала очень удобно будет одну баночку съела и одну баночку сделала буквально целый день сегодня у меня это без двадцати шесть двенадцать высокая а нет часа четыре они у меня жарились но они не до конца такие хотя вот есть полусухие а вот такие хорошенькие вот такие вот вкусненькие я немножко сбрызнула оливковым маслом поэтому вот такие они поджарились но я такие люблю сахарку соли хмели-сунели специи вот такая получилась вкусняшка вот столько у меня получилось вяленых томатов две баночки по два ряда они уже пузырьчатые такие хорошие томатики сейчас масло нагреется и я залью им горячим томаты такое вкусненькое отрежу кусочек хлеба и вымокаю его на этой стороне придется замачивать противень через пергамент прошло вот такое вкусненькое здесь подсолнечное масло все специи солька сахар так вкусно сейчас я хлебушек и я делала в предыдущем видео говорила фасоль я получила фасоль получилось вот такая баночка маленькая из под соуса вот такая баночка пол-литровая и вот такая баночка вот три баночки получилось фосоли я получила уже фасоль этого года 2023 есть такая маленькая кружечка хорошо вот столько у меня еще осталось масло разлила в баночки до кипения довела масло и вот столичка получилось все сейчас крышечками закрою сухими на масты и уберу в холодильник и в холодильнике у меня еще две баночки таких стоит такая вкусняшка